В момент обстрела Валерия Григорьева, жителя Ясиноватой, в квартире не было. Вместе с семьей несколько лет назад он уехал подальше от линии фронта. И теперь в редкие часы затишья возвращается посмотреть, что осталось от дома. Те, кто до сих пор в городе, третий год практически не выходят из подвалов. Интенсивность обстрелов такая, рассказывает пенсионерка Любовь Михайловна, что не дойти до магазина. Побыть вот так вот по бомбежкам круглосуточно, когда даже нельзя выйти. Ну нет такой минуты, чтобы не стреляли. Со всего многоквартирного дома раньше здесь жили более ста человек, а остались только пятеро. Все старики и все одинокие. Уезжать им просто некуда. Мы спасаем квартиры, зажигательные бывают, и тушим, и все, бегаем по всем квартирам. У нас пол ведра ключей от всех квартир. Целенаправленно били, чтобы разбить нашу электроподстанцию. Такую тактику каратели используют по всей линии соприкосновения. В прямую атаку никогда не идут. Бьют издалека, прицельно. Пытаются вывести из строя объекты электро- и теплоснабжения. При обстрелах он пострадал. Всю войну простоял. Это прямое попадание? Да, да. Это прямое попадание, вот, пожалуйста, со стороны Авдеевки. У нас вот там Авдеевка, где дислоцируется ВСУ. Большая часть поселка Северный в окрестностях Донецка без электричества. Мины рвутся и в соседнем Спартаке. Все идет к территории Украины, с той стороны. Короче, со ствола, вот это они начинают, опытная, Пески, Авдеевка, и все лупят по поселку. Только за сутки более тысячи залпов гремит тяжелая артиллерия. Калибром вплоть до 152 миллиметров под огнем. Сразу 18 населенных пунктов. И это на следующий день после того, как в Минске назначили очередную дату на этот раз, 20 февраля, когда тяжелое вооружение должно быть отведено от линии соприкосновения. Но пока, докладывает разведка ДНР, только увеличение группировки. Красногоровка, 3 километра от линии соприкосновения. Отмечается нахождение 4-х 152-мм гаубиц ГЕЦНБ, 3-х 122-мм гаубиц Д-30. Кроме того, в населенный пункт Авдеевка прибыл взвод из состава ДУГ правый сектор. В Луганской области украинские ВСУ используют против мирного населения тактический ракетный комплекс «Точка-У». И это не только нарушение минских соглашений. Неизбирательное оружие запрещено Женевской конвенцией. Что, впрочем, украинские власти не волнуют. В интервью немецкой Дивельт, министр внутренних дел Аваков, заявляет о решимости дать отпор путинской агрессии. Я не уверен, что путинский режим выдержит потери, которые будут исчисляться десятками тысяч убитых. Украинская армия насчитывает 250 тысяч солдат. Кроме того, 130 тысяч полицейских, пограничников и бойцов Национальной гвардии. Решать судьбу Украины за нашими спинами элементарно невозможно. Если Путин усилит свою агрессию и попытается решить вопрос военным путем, результат будет катастрофическим. На самом деле, катастрофическим не для Москвы, а прежде всего для Киева может стать некий секретный план наступления. Он просочился в сеть на этой неделе и есть сразу несколько дат начала. Либо после крупных международных конференций в Боне, где в рамках министерской большой двадцатки Сергей Лавров уже встретился с новым главой МИДа ФРГ Зигмаром Габриэлем. И Мюнхенская, в которой участвует Порошенко. Она закончится 18 февраля. С учетом того, что последний раз он, встречаясь с Меркель, фактически пошел на эскалацию насилия с размерным боевым действием, которые велись на Донбассе до заключения Минских соглашений, можно только предполагать, какого рода масштаба провокация ожидается под визит Порошенко к Трампу. Встречу украинская сторона наметила на 21 февраля. Есть еще символическое 23 февраля. В общем, вариантов много, а вот в описании пунктов плана все сходятся. Первый удар максимальной силы ВСУ планируют нанести по скоплениям техники и живой силы противника. Вероятно, с применением ракетного комплекса «Точка-У». Причем, как сообщается, снаряды случайно могут прилететь на российскую территорию. Следующий шаг – новая попытка отрезать республики Донбасса от России, чтобы поставить ее перед выбором. Либо наблюдать, как каратели зачищают ДНР и ЛНР, либо принудить вмешаться. Только в Киеве забывают об одном – Восток Украины давно ждет бравых захватчиков. Мы к этому готовы, скажу откровенно. Ожидаем это уже не один месяц. Если такое произойдет, это будет последнее наступление украинских войск. В следующий раз мы будем разговаривать, скорее всего, о Украине в Киеве. И это, в отличие от беспочвенных угроз Авакова, больше похоже на правду. Все наступления Киева на Донбасса заканчивались котлами. И Лавайский, и Дебальцевский – лишь два самых известных. И каждый раз после очередного провала власти Украины бежали за помощью к Западу и подписывали соглашение «Последнее Минск-2». И ни одно не соблюдали. Зато было время для перегруппировки сил, которые проводят и сейчас, подтягивая крупный калибр. Но теперь совсем другие карты в геополитической игре. И если ВСУ попадется в очередной котел, совсем не факт, что западные партнеры будут тратить козыри на такого бесполезного игрока. А значит, и надежды Киева на некие новые, выгодные, только ему договоренности, к примеру, «Минск-3», тают на глазах. Естественно, никому война не нужна, кроме ястребов. К сожалению, эти ястребы есть и в Вашингтоне, есть и в Брюсселе, но больше всего ястребов в Киеве. И Порошенко понимает, что как только закончится война, как только заканчивается активная фаза боевых действий, тут же, естественным образом, акцент переносится с внешнего противостояния на состояние дел в украинской экономике. А в украинской экономике все очень и очень плохо. Война для Порошенко – залог стабильности его власти. Ну и, конечно, помощи от Запада. И знают об этом не только эксперты и политологи. 65% украинцев, по данным Киевского Международного института социологии, уверены – война на Востоке продолжается потому, что она выгодна нынешней власти. Михаил Шакаян, Екатерина Симонович, Владимир Хуртин, Дмитрий Гусев и Виктор Мальцев в центре событий. Их события на самой Украине. На этой неделе рука Москвы снова дотянулась до сердца незалежной и собирается побольнее сжать его. По словам спикера Службы безопасности Украины Юрия Тандитов, святые для каждого сознательного украинца дни третьей годовщины Майдана, россияне, цитата, пытаются использовать этот повод для провоцирования столкновений, насилия и массовых беспорядков. При этом украинские спецслужбы, опять цитата, фиксируют признаки возможных насильственных сценариев. Версию, что сама жизнь на Украине пишет эти самые сценарии, прекрасно обходясь без советов из Кремля, судя по всему, Пантандит вообще не рассматривает, а зря. И на этой, и на следующей неделе на Украине может быть очень интересно и живенько. Последние дни соцсети, к примеру, забиты призывами выйти на Майдан. В годовщину второго устроят третий. Власти в курсе, и Порошенко, как сообщают его противники, отдал распоряжение ввести в Киев войска. За приготовлениями к празднику наблюдает Петр Вершинин. Уже привычные уху слова разносятся по всей Украине. В Чернигове скандируют крестьяне, спасающие свой чернозем. В Запорожье предприниматели. Сытый, голодного, когда-нибудь поймет? Нет! Теперь бизнесмены и простые рабочие вместе поднимают антиправительственные плакаты. В Харькове на мороз выходят пенсионеры. Социальные программы этим преступным правительством сворачиваются. В Виннице, Водчине, Порошенко и Гройсмана митинговать решились даже силовики. В Николаеве докричаться до власти пытаются семьи участников АТО. Семь любой на мороз! Семь любой на мороз! У Верховной Рады снова из искры разгорелось пламя. Пока жгут картон с намеком, что в следующий раз запылают машины. Спустя три года после Майдана люди помнят о кастрах революции. Вот только тогда вокруг них звучали совсем другие лозунги. Поменялся дух протеста. Если сейчас выходят обманутые вкладчики, люди недовольные тарифами ЖКХ, люди, которые говорят, что нет работы, раньше выходили за какие-то идеологические, виртуальные мысли. Мы хотим Европу, мы хотим, чтобы власть нас уважала, мы не хотим, чтобы олигархи нас грабили. Сейчас люди требуют выживания. Раньше требовали уважения, сейчас требуют, чтобы власть посмотрела им выживать. Так годовщину Майдана встречают вровно. Жители целого микрорайона штурмуют администрацию. Они заплатили за тепло, но получили холодные батареи. После того, как котельную перевели на альтернативное топливо. Коммунальщики оправдываются неполадками, но на деле это симптом. Все ближе к кризису, какого Украина не видела с 90-х. Кабмин вел чрезвычайное положение в энергетике. Президент публично ругает радикалов, которые заблокировали поставку угля. Но дальше слов дело не идет. Из-за блокады поставок угля возникла угроза, что без топлива могут остаться Краматорск, Сумы, Левый берег Киева и другие города. Украинская металлургия, если блокада не будет прекращена, и организаторы не выведут ее на, так сказать, проектную мощность, может лишиться до 300 тысяч рабочих мест. Для решения угольного кризиса профильное министерство собирается взять в кредит 3 миллиарда гривен и закупить антрацит за границей. Просто взять и разогнать хамоватых патриотов, которые блокируют железнодорожные ветки на Донбассе, не могут. Уголовное дело возбудили, но в ответ боевики собирают сторонников. Теперь они власть. У нас нет премьер-министра, у нас есть сборище депутатов, сборище клоунов, которые зарабатывают бабло, которые, скажем так, временщики. Они не управляют ни государством, ничем. Эти люди – одно из достижений Евромайдана. В стране многовластие и сильный здесь тот, кто наглее и приоружие. Националисты получили боевой опыт, стали организованными отрядами с тяжелым вооружением. Бытовой конфликт теперь легко решается гранатой, как в Ровенской области. В одном из баров боец покалечил шестерых человек. На границе с Крымом произошел еще более показательный случай. Боевики так называемого батальона «Аскер» хозяйничали на юге Херсонщины. Командир мотопехотной бригады вооруженных сил Украины приказал разоружить бандитов, что и было сделано. Нашли целый арсенал, взрывчатку, гранатометы, автоматы. Но спустя сутки военные еще и извинились перед боевиками. Приношу свои извинения. А есть лица? Надеюсь, что мы с вами дальше будем нести слуху совместно. Три года назад именно радикалы стали главной опорой политиков Майдана. Они устраивали провокации, захватывали правительственные здания, давили строительной техникой срочников, а потом жгли милиционеров, которых позже обвинили в расстреле митингующих на Институтской улице. Это было 20 февраля 2014-го, но доказательств вины следствия не представило до сих пор. В Киеве и других украинских городах творилось беззаконие, которое поддерживал Запад. Президент Виктор Янукович мог разогнать Майдан, но делать этого не стал, почему-то веря в мирное решение кризиса. Но мир был не нужен. Лидеры Майдана делали ставку на кровь и ненависть, прежде всего, ко всему русскому. Именно поэтому восстал Донбасс. И в Крыму наотрез отказались жить в составе новой бандеровской Украины. Если все-таки под давлением эта центральная власть будет сломлена, Верховный Совет Республики будет признавать легитимными для автономии только свои решения. И тогда у нас будет единственный путь. Это денонсация решения Президиума ЦК КПСС от 1954 года. Эти слова председатель Верховного Совета Республики Крым Владимир Константинов сказал 20 февраля 2014-го. При другом сценарии и в этом регионе националисты непременно бы попытались навести свой новый порядок. Как в Киеве в одном из ЗАГСов священник пришел зарегистрировать ребенка и стал запрещать сотрудникам говорить с ним по-русски. Будь ласко, будь ласко, разговляйте со мной украинскую мову. Грубо я сказал. Возможно, это главное достижение Майдана. Нацистские идеи из подвалов перебрались в комфортабельные квартиры, где живут с виду вполне приличные люди. Повторяется ровно то, что происходило в Германии в 30-х с одним, пожалуй, отличием. Эти правильные украинцы все больше ненавидят и нынешнюю власть. Во время памятных мероприятий, посвященных Майдану, Порошенко снова был освистан. Эксперты не исключают народного бунта. Вероятны какие-то конфликты, вероятны эскалации. И нельзя в полной мере исключить попытки разного рода вооруженных переворотов. Вот сценарий вооруженного переворота, он достаточно возможен. Украине я его сегодня оцениваю в процентов 20-30. Потому что нынешняя власть административна, бюрократична и даже в силовом плане намного слабее предыдущей власти. Только в эти выходные планируется два десятка мероприятий. Радикалы готовят массовые марши за и против власти. Недовольных много. В правительственном квартале напряжение переходит в открытую конфронтацию между политическими силами. Чего только стоит последний обмен любезностями между Тимошенко и Гройсманом. Ситуация становится все менее управляемой и все более опасной. Украинские политики в жестких ситуациях малопредсказуемы, склонны к силовым действиям. И не исключено, Киев еще попытается поставить во всей этой истории свою точку. И учитывая обострение на Донбассе, это вполне может быть точка у. Петр Вишинин, Наталья Епифанова, Татьяна Каминская. В центре событий. Петр Вишинин, Наталья Епифанова, Татьяна Каминская. Продолжение следует...